Тёрн абрикосовый. На плодах нет никакого опушения. Собрал я немножко тёрна абрикосового. Вот так вот он выглядит в разрезе. На вкус приторно-сладкий. А вот сравним по размеру тёрн и сливу. Сверху тёрн, снизу слива. Левые экземпляры я протёр, чтобы блестели. Молодой тёрн абрикосовый, размноженный корневой порослью, у меня растёт рядом с абрикосом Северный Триумф. Если Северный Триумф у меня опять в этом году вымерзнет, то я его заменю на Вологодский абрикос. И тогда пусть Вологодский абрикос переопыляется с тёрном абрикосовым. Вологодский абрикос – это гибрид обыкновенного и манчжурского абрикосов. Существует мнение, что при создании этого сорта была привнесена и пыльца уссурийской сливы. Эта культура – явление выдающееся, так как позволяет выращивать вкусные и полезные плоды далеко на севере, где даже яблони порой вымерзают. Благодаря сверхобильному растянутому цветению плодоносит практически ежегодно, несмотря на весенние заморозки. Количество сахара в плодах превосходит большинство сортов европейских и среднеазиатских форм культурного абрикоса. Плодоношение в средней полосе – в середине августа. Корневая шейка не подопревает. Плоды среднего размера – желтой и желто-оранжевой окраски – хороши в переработке и особенно свежими. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.